И женское продюсирование, и женское кино, и кино про женщин развивается прям семимильными шагами. А сейчас только-только Голливуд до этого доходит. Так что Баян Лагузова, можно сказать, такой локомотив всего феминистического движения в кинематографе. В эфире программа «Есть ли честность?» и мой гость, кинокритик Карим Кадрбаев. Как дела? Войдет. Врешь. Сезон премьер начался. Сочувствую всем нам. Как описать отечественный кинематограф? Описать или описывать? Описать. Ну, в спарте таких сбрасывали со скалы. У нас более гуманная страна. Как ты стал кинокритиком? По объявлениям. Как ты стал ведущим? Кто тебя взял с такой внешностью? Вот я так же увидел в ВКонтакте, что журнал открывается про кино. Написал, говорю, вот опыта нет, образования нет, ничего нет, есть бешеное желание писать. Вот начал писать. Был это вот в августе будет 10 лет как. Почему тебя не зовут на премьере с адвокацией? Говорят, что я ругаюсь, что если я так отрушусь в кино, то лучше я буду платить за него свои деньги. Зачем ты платишь за фильм с адвокацией? Она моя подруга, что же? Почему не заплатите за ее фильмы? Она зарабатывает на друзьях? Не знаю. Вопрос от зрителей. Почему этот уйгур оценивает казахское кино? Потому что казахи не оценивают казахское кино, они все родственники друг другу. Правда, что наше кино снимают на русском, чтобы ты понимал, что офекаливаешь? Нет, почему? Во-первых, наше кино снимают иногда еще и на несуществующих языках, типа Тамирис. Поэтому я тоже ничего не понял, если честно. Понял, что Мана Асана. Как и все мы. Эпизодические появления в фильмах Ержанова. Что это? Эпизодические появления в фильмах Ержанова. А есть проекты, где я прям снялся в эпизодах, и мне было стыдно. Например? Например, был такой фильм «Заклятие Оракула», его, по-моему, никто не видел. Они позвонили, сказали, приходи, по дружбе снимемся. Ну, запустили мне какие-то деньги. Вернул деньги? Кому? Им. Нет, я уже отработал, честно. Окей. Ты в одно время сильно похудел? Да. Потом опять немножко поправился? Это ты так готовишься к фильму Ержанова? Нет, я сейчас опять похудел обратно. Кто твой любимый актер? Кристиан Бэйл? Нет. Мой любимый актер, как его? Сан-Жармадиев. Точно, точно. А если без шуток? Так только какие шутки, когда Сан-Жармадиев есть. Ты работаешь? А кто твой любимый актер? Кто твой любимый актер? С детства Джим Керри. Ну, это вот детская травма. Да, видно. Ты работаешь в фонде кино. Центр поддержки национального кинематографа. Вы убили «Казахфильм». Нет, мы его не убили. Сегодня они как раз соберутся, будут там, не знаю, развешивать наши портлеты, будут сжечь свечки, там, не знаю, какой, как там шабушник происходит обычно? Я не знаю, я там не был. Все там будем. Ты много материшься в своих постах на Фейсбук? Да. Ты невоспитанный? Воспитанный, поэтому я в жизни редко матерюсь. Когда казахи возьмут Оскар? Когда начнут отправлять фильмы без батыров, ханов и всего того, что неинтересно, к американской киноакадемии. Кстати, о батырах. Как может критиковать других человек, который написал сценарий дневника «Безумная женщина»? Спокойно вообще абсолютно. Знаешь, просрать что-то в своей жизни, это не значит, что нужно опустить голову в песок и говорить, что все, я тебе не достоин ничего говорить. Но я тебе скажу, зато я понял одну очень хорошую вещь, что нельзя писать сценарий полнометражного кино за 7 вечеров под пиво и шутки вайнеров. То есть твоя фамилия не случайно там оказалась? Нет, не случайно. Ты меня разочаровывал. Ты бы не очаровывался, что ты, на самом деле. Действительно. Как ты относишься к субтитрам в кинотеатрах? У меня был, кстати, интересный опыт с субтитрами, если хочешь, я расскажу. Я смотрел фильм «Служанка» корейский на Одесском кинофестивале с двумя парами субтитров, английскими и украинскими. А фильм «Служанка» на корейском и японском. Представляешь, как у меня разрыв шаблонов был? То есть я корейско-японский фильм смотрел с украинскими и английскими субтитрами, пытался читать обе пары и просто мне разорвало мозг. Почему Олег Борецкий не посещает отечественные премьеры? Не знаю, позвоните ему, спросите. Мне кажется, посещает, когда у него есть время. Мне кажется, он бережнее к тебе относится к здоровью. Так он и старше меня в два раза. Почему премия «Выбор критиков» второй год подряд игнорирует программу «Кинокорме»? Потому что в прошлом году, во-первых, и не проводили, а в этом году он только будет. Только что не игнорирует, просто ждите приглашение. Классно. Худший отечественный фильм последних нескольких месяцев. Только для взрослых вышел в начале года. Не надо этим людям снимать кино. Или если надо, то не надо делать так. Есть столько денег, есть какие-то друзья, которых можно позвать поставить в кадр, заплатить им на мотор, дать им на плов, и потом сказать, в прокат и назвать это кино. Это больно. Хочешь снимать кино? Готовься. Готовься. Не делай, как я, не пиши сценарий за 7 вечеров. Не делай, как вот автор фильма, только для взрослого Джами Бесенов. Если тебе 60 лет, или там сколько, 50, под 60, не надо писать тебе молодежные комедии. Ты не понимаешь ничего больше в молодежи. Ты пиши что-то вот для своего поколения. Потому что нельзя в 60 лет понимать то, о чем думают 25-летние ребята. Каким-то умным не был. А меня надел Коллинз. Мы закончили. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok privileged. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...